Сегодня будет некий тест Потому что я сегодня буду пробовать запустить трансляцию и вконтакте, и в ютюбе Да ладно Но я не знаю, как это получится, афера Это что, бренд чей-то или что? Гудрэд, это же Гудрэд Ты Гудрэд не знаешь? Что это? Лейбл? Перил Для меня это сейчас такой шок, что ты не знаешь Гудрэд Это самая модная молодежная одежда российского производства У граффити-райтеров, у скейтбордеров, у велосипедистов, у уличных хулигантов Вообще у всех Гудрэд Саша Селиванов Какой-то Ты не калец, Саша Гудрэд? Да ты что? Это прям культовая марка Я по всей России очень люблю это вообще ребята Это российский 100 на 1 Который прям так же его уважают, как российский 100 на 1 Ну конечно не сопоставим по ценам по всему Это непорядок, но позиционируют они себя так Поэтому Гудрэд я для себя Я все на Боленсе Ой, я тебя умоляю Господи, помимо Я видму таскал и понял, что больше не могу Я увидел, что все в пале ходят просто вокруг постоянно Ты видишь такой же видму, который тебя весит просто, ты еле несешь А видишь, человек идет такой же, что она тонкая Потому что тут видно, что она подделка чистой водой Вот сюда, всем привет, ребяо Добрый вечер От Максима новости С чем пришел, с чем пожаловал Седьмой по счету эфир Новый концепт Новая музыка Рассказать, наверное, о том, что седьмой эфир, во-первых, является Неким завершающим событием в истории моих посещений Кирилла Именно в рамках программы Based on Show Потому что изначально была некая концепция В которой хотелось рассказать историю Гереджа Показать, как он живет сегодня Как он развивается Как он звучит по-разному Приглашали МС В общей слушателе три раза Один раз двое МС были Два раза по одному приезжали ребята МС То есть разные стороны Разная музыка Разный саунд Играли олдскульный Гередж Играли новый Гередж Русского Гереджа было Ру Гереджа было огромное количество То есть это была история Которая в семи частях была рассказана О состоянии Гереджа сегодня в России Как он есть Как он звучит Кто его представляет И кто им занимается Дальнейшее развитие мне видится все-таки в том Чтобы приходили новые люди Чтобы начиналась какая-то новая история Потому что Не то чтобы я свою историю рассказал Моя история продолжается Но в моей истории все более-менее понятно Очевидно Я как бы рассказал Как я это все придумывал когда-то в свое время Как мы Степпин Сэшн создавали Как вообще Гередж появился в России Но хочется чтобы пришел кто-то новый Чтобы пришли какие-то молодые ребята С молодыми идеями И они есть эти ребята Я их знаю прекрасно Я могу назвать Кирилла Стресс Солджи из Ростова Я могу Свет Босять назвать ребят молодых Которые занимаются по-прежнему Гереджу делать новые треки Очень много сейчас Продюсеров появилось Которые действительно на волне успеха Стрелы и тесно Пытаются воссоздать вот этот коммерческий успех Гереджа в своих работах У кого-то получается У кого-то нет Волна Гереджа сейчас идет огромная На самом деле в России Как ни странно И вот я надеюсь Что кто-то из этой волны Ру Гереджа Из волны продюсеров Современных каких-то ребят интересных Кто интересные треки делает Кто-то найдется Кто будет не только продюсером Но и селектором Кто будет собирать Гередж Коллекционировать его И коллекционировать И делать из Гереджа Какую-то историю Поэтому моя Как бы Вот причина По которой я сейчас Не то чтобы в сторону отхожу Но делаю немножко шаг вбок Я это делаю для того Чтобы подошел кто-то новый И какие-то новые ребята Чувствовали, что Не то что место не занято А свободно Абсолютно на сцене У нас очень большая сцена Как бы людей Которые слушают эту музыку Становится все больше А диджеев и продюсеров Даже диджеев скорее Очень небольшое количество В Москве их вообще всех можно на пальцах двух рук посчитать Всех диджеев, которые играют в Гередж Но как ни странно Все больше и больше На разных вечеринках Появляется Гередж неожиданным образом То есть его вставляют просто в программу По два-три трека И люди танцуют, людям нравится Поэтому Гередж сейчас переживает Интересное время в России И даже если в Англии Не дай бог Сейчас волна эта закончится Которая продолжается Вот уже четыре, наверное, года Если она закончится То в России это пролится еще довольно долгое время Потому что То, за что мы бились То, ради чего я записывал на трешке То, ради чего создавалась вообще Эта концепция русского Гереджа Она, к счастью, сработала И сейчас русский Гередж развивается И каждый желающий может найти В СИД довольно большое количество работ Записанных в этом стиле Поэтому дорогу молодым Дорогу новому Дорогу интересному И поэтому это такое вот сейчас обращение Это как бы призыв ко всем молодым Кто сомневается У кого есть какие-то сомнения Что получится, не получится Выйдет, не выйдет Вообще не сомневайтесь Смелее делайте Смелее присылайте Смелее пытайтесь и пробуйте Но пытайтесь делать качественный продукт Постарайтесь, если вы запишите миксы Постарайтесь, чтобы эти миксы В первую очередь нравились вам Не допускайте ситуации Когда вы пишете микс И вместе с ним в комментариях пишите Ну я там пару раз косякнул Ну ничего вы потерпите То есть мне все остальное жутко нравится Но пару раз я косякнул Вот этого сразу допускать нельзя Делайте сразу профессионально и качественно Тогда, если вы это будете делать качественно В один прекрасный день Кирилл Профит пригласит вас на Бейстон Шоу Это будет новая программа про Гердж Которую проведете вы Пока неведомые нам Молодые ребята, любящие Гердж Пока на данный момент Концепция Устаканена Она сформировалась Я как бы к ней пришел Не специально Знаешь как это было? Нет, расскажи, интересно Я же делал стримы с Гоупро И когда я приезжаю сюда Естественно заранее все это настроить Поставить там светом и так далее Почистить все после пальчиков Чтобы все было красивее Ну каждый раз ты это делаешь? Я просто заранее включал камеру А, написал И просто вот занимаюсь там Вот что-то кто-то пришел Технический материал просто Ржем Да, просто там Мат туда-сюда Кто-то рассказал какую-то историю И я это просто, знаешь, записывал Пускай что-то там будет Потом я когда начал пересматривать Я смотрю Вот здесь прикольный момент Шуточка Раз я ее вставил, выкинул Вот И все это постепенно потом шло к тому Что я придумал Девчонские терочки Терки Прид-шоу вот это Прид-шоу, да И мы с собой Я тебе вопрос Час Час Просто я тебе там Что-нибудь спросил Легкие накиды Да, это правда Я хотел сказать, что как раз Кирилл сейчас рассказывает Про то, как ребята Про свой опыт рассказывают Это очень интересно В отношении того, что У всех опыт выступления Еще я хотел сказать Опыт выступления на шоу Кирилл всех разный У ребят Все по-разному готовятся Все по-разному к этому подходят Кто-то готовится месяцами Кто-то готовится неделю Кто-то просто за один день берет Слышку и идет на шоу По себе уверенно Но Кирилл Всегда, в отличие от всех нас Кто-то приходит на шоу Всегда, неизменно Дает качество И профессионализм Высочайшего класса Потому что он Обеспечивает вот это шоу С технической точки зрения Чтобы оно было идеальным Играть на таком оборудовании Которое вычищено Тряпочкой Которое является В идеальном состоянии Это не просто удовольствие На самом деле Честное слово Когда ты играешь На убитом оборудовании У тебя ощущения от игры Совсем другие Когда ты играешь На качественном оборудовании Понимаешь, что ты делаешь И знаешь, что оборудование Отзывается правильным образом Не застревает Не виснет Никакие вот Я играл на балалайке Там у друзей недавно И вот там все Начало виснуть Непонятным образом Я вижу, что у меня Скорости расползаются Я не знаю, как это происходит У меня такие же 2000 нексы стоят Я такого даже не знал А на балалайке Начали расползаться скорости И тут я понял Как важно, что у Кирилла Стоит действительно Хороший оборудование И вот эти маленькие составляющие Они определяют успех шоу Для диджея большое удобство Когда он приходит К хорошему оборудованию Но опять же Хочется обратиться к диджеям Ребята Молодые ребята Когда будете играть На хорошем оборудовании Не только у Кирилла Профита Не убивайте его Своими безумными Бросками кроссфейдеров Понятно, что вы умеете Понятно, что это очень эффектно Это невозможно проконтролировать Иногда ты входишь в раш И там это Просто вспоминайте Что кто-то этот пульт Потом будет чинить Это довольно дорого Поэтому просто жалейте Любите железо Как говорили в свое время культуристы В Москве занимавшиеся Культуризом в 90-е годы Уважайте железо То же самое можно сказать Про диджеев Уважайте железо Если вы к нему относитесь с уважением И железо он так же будет отвечать уважением А если вы к нему относитесь халатно Не убирайте его Короче, в скором времени Что касается оборудования Еще крайние Nexos Нет, просто 2000-е Даже не Nexos Их планируют поменять То есть все четыре будут Nexos вторые Вот это будет прям вообще пусто А ты обещал кому-то винил Я помню из ребят Очень много людей просил тебя винил Я Дэну поставлю винил Дэну обещал тебе винил Кто-то еще у тебя просил, чтобы винил-то был Да, я буду проводить стримы ребят У которых есть определенная коллекция на виниле Для того, чтобы про нее рассказывали Вот с Дэном Вот летом обязательно с ним сделаю стрим Мы уже год собираемся А то и больше И все никак-никак Из-за того, что я теперь сейчас реже это делаю Да, Дэн-то сам очень рвется Сделаем, сделаем Да, обязательно Там такая коллекция Ну, сам ты знаешь, Дэн Ну, Дэн для нас это просто человек-фаундейшн Фаундер Батя, бати настоящий основатель Они два батька на самом деле Гроф и Дэн Посмотрите, у нас драм-н-бэйс диджеев Заметных не так много Вообще драм-н-бэйс играет огромное количество Я поражаюсь, сколько вечеринок проходит драм-н-бэйс каждую неделю В Санкт-Петербурге, в Москве Каждой маленькой промо-группой Все играет драм-н-бэйс Маленьких очень много тусов В гэридже у нас такого нету, к сожалению У нас такого массовости нету Драм-н-бэйс, конечно, более массовая музыка Поэтому коммерческий успех у него гораздо выше Но гэридж имеет другую особенность Очень интересную Которая открылась ребятам, которые занялись именно ру-гэриджем В гэридже удивительным образом Русский язык, являясь невероятно мелодичным и поющим языком Укладывается в гармонию вот этой ломаной музыки гэридж Потому что сама музыка построена по гармониям Что туда русский язык вписывается очень красиво Поэтому песни, когда поются подломанный гэридж Как ни странно, они приносят удовольствие русскому человеку То есть гармония вот эта русская соблюдается И это очень интересно Сейчас я смотрю новые треки, ребята в ру-гэридже записывают Они действительно пишут их очень гармоничными И гэридж это невероятно гармоничная, красивая музыка Это вообще feel-good vibration, как я говорил, музыка Это музыка хорошего настроения И она вся добрая Вот гэридж не бывает злым Драм-н-бэйс может быть злым Он может быть грубым, сильным Дарковый абсолютно Вот гэридж даже самый дарковый Это что самый дарковый в гэридже? Это ямайцы Это бадбой, стреляющий из пистолетов С Кингстона, приехавший в лон Это самый дарк Но сама музыка остается радостной света Там вроде бадбой, вроде стрельба А все-все радостно и весело Потому что в основе всего ямайка Вообще у меня есть одно слово, которое я скажу в конце своего сета Пожелание, которое вы послушаете, ребята И вот это пожелание, на самом деле Если вы его будете каким-то образом воплощать в жизнь Оно вам поможет в музыке лучше разбираться Давайте я вам сейчас скажу на самом деле В конце сета я могу забыть Дети, слушайте регги На самом деле, слушайте регги Потому что регги – это основа вообще всей танцевальной музыки Абсолютно Если говорить про Англию, это совершенно точно, без исключения Потому что в Англии танцевальная музыка построена на симбиозе ямайцев и англичан белых Ямайцы приезжают туда, как из колонии английской и живут там Привозят свои руссы с острова, привозят свою культуру с острова Привозят вот эту регги-культуру в Лондон И таким образом, сидя, образно говоря, в маленьких корнершопах, магазинах Вот эти ямайцы включают это регги, свою даба музыка И маленькие подростки, англичане, пацаны, бегают, забегая, покупают, что называется, там себе шоколадку Слушают регги с детства, они привыкают к этой музыке Поэтому, когда они вырастают, для них джангл и гэридж Эта музыка настолько своя, что для них гэридж это национальная и народная музыка танцевальная Ее там слушают все, все слушают и любят И что самое интересное, 90% слушающих людей гэридж в Англии, это женщины и девушки Почему-то эта музыка созвучна особенно женщинам, опять же из-за гармоничности своей Поэтому получается так, что гэридж в России это отдельная история на самом деле Потому что у нас гэридж любят мужчины, которые любят джангл Они просто любят чуть-чуть помягче музыку для отдыха, для расслабления, но это джанглисты в основе своей Пока девушки в большинстве своем не пришли на гаражные вечеринки И поэтому вот призыв к девушкам, обратите, пожалуйста, внимание на гэридж девушке Послушайте гармонию этой музыки, послушайте, как она красива И приходите на вечеринки, от вас там будет только лучше всем Пожалуйста, приходите, девчонки, на вечеринки, которые проводят с гэридж мюзик в Москве и в Санкт-Петербурге, да и по всей России Давай представим трек новый Значит, у нас сегодня есть интересный трек Одного из участников Green Vibes Его сольный проект Moving Sticks Который они с Максимом вместе сделали на Missing You Remix И вот сейчас еще один трючок И вот один еще трючок новый, который записал Игорь, наверное, где-то, может быть, недели две или три назад Долго мучился с названием Потом внезапно придумали мы с ним название Happiness Он действительно радостный, веселый, передает вот эту атмосферу радостного гэриджа Веселый, прыгающий такой, интересной музыки Послушайте, это как раз то, что сделал Игорь И только начиная свой путь в гэридж, будучи драмалбэйс-продюсером Он уже делает очень интересные гэридж-треки К моему величайшему удивлению Я думаю, у него большие перспективы Игорек, продолжай Игорь Негода Игорь Негода Офигенный трек Да, отлично, Игорь, 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 эспект Молодец Да, надо делать релиз Не, в любом случае, у Гаррика очень хорошо получается гэридж Очень хорошо, очень хорошо Я удивлен, действительно, Гарик, просто на удивление хорошо Ты чувствуешь флоу, Гарик Ты чувствуешь правильно, как гэридж должен звучать Именно вот радостный Вот у тебя получается делать радостный, Happiness Название придумал, потому что он радостный Короче, я придумал концепцию Следующего твоего эфира Восьмого, пока непонятно, когда он будет Поэтому уже все Короче, да, ты сделал свою концепцию Всем стрима, все Рассказал там и так далее А продолжим мы твои визиты уже по-другому Немножко я тебе буду задавать концепцию Иногда Домашнее задание мне будет давать? Короче, собрать плейлист из треков наших парней Неважно Это новые будут Либо какие-то старые Весь час ругариджа одного? Да А, только ругариджа Его очень тяжело играть, на самом деле Потому что ругариджа Ну, ты где-то можешь Там есть два прикола у нас Не сводить Ребята, продюсер русского гаража Прошу заранее всех умоляю Ребят, пожалуйста, проверяйте свои треки у диджеев Проверяйте свои треки на понятие такой DJ-френдли Делайте так, чтобы впереди было нормальное интро Чтобы квадраты соответствовали Входу Чтобы вот перед первым дропом Чтобы была возможность играть трек Объясню, в чем дело Все очень любят делать буквально Ну, там, один квадрат буквально И сразу врубаться Когда играешь русские треки Трек в трек приходится Слово в слово сводить И приходится ловить в конце предыдущего трека Чтобы эти слова соединить Когда вы даете какой-то зазор перед треком Интро Я хотя бы успеваю убрать И как бы легче, красивее получается То есть довольно тяжело русский гараж играть Потому что треки делаются не диджей-френдли Слушай, ну, это творческий процесс И как музыкант видит Тебе дают задание, ты уж справляйся Он так и пишет Тут, по большому счету, уже вопрос К твоему скиллу диджейскому Хороший вид Поэтому я тебе могу показать Несколько приемов Как свести два трека Где трек заканчивается с вокалом А другой начинается с вокала Давай посмотрим Я тебе покажу С удовольствием надо будет посмотреть Куча есть эффектов Которые можно использовать Чтобы можно было свести действительно То есть восьмой эфир Это ругерыч Просьба Миксовать и собирать его не так Чтобы за один час у тебя там восемь эстреков Нет, нет, нет Прям давай послушать Ближе к концу сведения Сейчас ты услышишь, что будет гораздо больше Сейчас всего лишь пятьдесят Дать послушать Даже сорок восемь, по-моему И когда будет играть трек Ты можешь в яме, например Немножко рассказать про него То, что знаешь Я тебе понял, то есть играем не куски Как я обычно играю А играем целиком треки Просто и про них рассказывать У каждого трека может быть история Какая-то интересная прикольная Вот это будет отличная идея Реально рассказать, кто ребята, откуда, что за трек Да, супер Вот это будет супер Вот это, кажется, и вот он сходу лодит Это новая концепция шоу В которой про треки мы разговариваем Много ребят, кто на Западе продается Но вот хочется призвать ребята По возможности Не забывайте Родину Делайте русские треки Делайте русские треки с русским вокалом Потому что таким образом Вы поддержите сцену в своей стране И даже если в Англии, Герыч, прекратится Если здесь, в России Он будет продолжаться за счет русских треков Вы будете как раз теми людьми Которые его сохранят и приумножат И не дадут ему умереть Это интересно И причем, когда ты проиграешь, например Реально интересно Во время стрима Несколько треков Какого-то одного проекта Абсолютно Я могу сэксисоваться Я могу сэксисоваться Абсолютно точно Да, кстати И потом Два-два-два трека одного проекта Разные варианты Тем самым Пригласить ребят в студию Покопав Потому что то, что мне интересно Я начинаю копать То есть это действительно интересная концепция Я рад, что Кирилл с такой скоростью ее придумал Удивительно Но я согласен Я подписываюсь По то, что мы сделаем этот эфир И это будет действительно интересно Ну вот новая концепция Видите, как все родилось на ваших глазах Да DJ Profit Презенц In the beginning There was the beat Then it got faster Stronger Fatter Finally The bass music is the trend Yeah The bass lead show By DJ Profit Every Wednesday On DFM Now One, two, three, one Почему? Queen азбор Продолжение следует... 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 И так далее. Очень хорошая, приятная работа в таком мейнстрим-драм-н-бэйсе, а-ля Subfocus Dimension, что-то такое. В общем-то, я доволен, я счастлив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, это классика Acid Breakbeat'а, такого, ну, в общем-то, когда Джош Винг её написал, её не хотели брать и выпускать, потому что она была настолько экспериментальная, настолько есидная, кислотная. Вот, было популярное такое слово в 90-х. Это Джош Винг. Подожди, ты в микрофон сейчас скажешь. Сейчас произойдёт событие, которое никто не ожидает. Кирилл Профит любит виниловые пластинки, собирает их очень много лет. Я хочу подарить Кириллу пластинку. Хочу подарить Кириллу пластинку, которую он не ожидает от меня получить. Ни в коем случае. Да что ж такое, это наушники заводятся. Слушай, у меня на шее висят наушники, видимо, ты знаешь? Так, да. Короче говоря, я хочу подарить Кириллу самый первый релиз русского гэриджа, существующий вообще на свете. Это Яна Кей. Старая пластинка. Туда показать? Вот, вот туда. Да, вот сюда. Это у вас старая пластинка. Первый релиз Яны Кей. Первый релиз. Вот сюда, говори, Максим. Это первый релиз русского гэриджа, который вышел в 2002 году на виниле. Сейчас Кирилл вам покажет эту пластинку. Это редчайшая пластинка, которая сохранилась в нескольких всего экземплярах. У Яны, у меня еще несколько диджеев. Сейчас это коллекционная редкость. Ну, удивительный трек, удивительная пластинка. Я ее дарю Кириллу. Надеюсь, что она будет у него всегда. Спасибо! Как память о том вкладе, который он сделал в русский гэридж. Потому что Кирилл действительно вклад его не оценил. Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 12 апреля Трек под названием «Мимо меня» в ремиксе Drum and Bass, конечно же Поэтому, ребята, всех туда приглашаю До встречи в эту пятницу Барфлайда Ну а мы продолжаем дальше Наслаждаться ломанными ритмами Прошлых-прошлых треков Прошлых-прошлых треков Прошлых-прошлых треков Ну а эту композицию вообще обожаю Дэнс конспираси Добво Да Война дама Бейс-мюзик 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА One Love трек с их первого альбома Experience 92-го года или 3-го, точно не помню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сингл, который вышел после первого альбома Prodigy Experience, One Love. Он был как сингл выпущен одним альбомом, точнее, одним изданием, а потом издавался уже на следующем альбоме. Да, окей, слушаем, вспоминаем, конечно же, классика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...